Здравствуйте, с вами календарь рыболова на канале Трофей. Октябрь плавно сменяет ноябрь. Удивительно, но приближаясь к зиме, похолодание практически не чувствуется. Украинская осень плавная и относительно теплая. Это, несомненно, хороший знак для любого рыболова. На этой неделе мы будем ловить судака, щуку, окуня, а также расскажем, на каком водоеме и как лучше придаться любимому занятию. На этой неделе температура днем будет колебаться в пределах от 11 до 15 градусов, а ночью от 5 до 11. Синоптики прогнозируют небольшие дожди в понедельник и на выходных. Однако теплых дождей рыба не боится. Лучшими днями для ловли рыбы будут со вторника по четверг в тихую солнечную погоду. Как известно, водная фауна куда более чувствительна к фазе Луны, чем наземная. Наш вечный спутник руководит течениями, приливами и отливами, а также сильно влияет на активность рыбы в водоемах. На этой неделе мы будем наблюдать растущую Луну. Клев рыбы с каждым днем будет становиться все увереннее после прошедшего новолуния. В этот период, когда хищники выходят из своих укрытий на активную охоту, как никогда становится актуальна троллинговая ловля. Этот способ позволяет обловить значительную часть водоема в более малый период времени. Основным конкурентом этому способу выступает спиннинговая ловля с берега, джиговая или на быструю проводку. Все способы хороши, однако троллинговая ловля дает большие результаты там, где это позволяет водоем. Впрочем, каждый рыбак выбирает то, что ему по душе. В конце октября у судака обычно начинается жор, а погода будет этому только способствовать. Лучший клев судака наблюдается в водохранилищах, где с поиском рыбы обычно не возникает проблем. Ловят как с берега, так и с лодки. По своей уловистости, троллинговая ловля судака в этот период не имеет конкурентов. Этот способ, несомненно, принесет большие плоды. Если нет лодки, то можно выловить вполне достойный экземпляр спиннингом на джиговой приманке с берега, что тоже приносит неплохие результаты в этот сезон. Щука, вне зависимости от погоды, будет активно охотиться. Эта хищница нападает из укрытия. Поэтому лучшим местом ловли этой рыбы станут места водоема с корягами, прогаленых в прибрежных камышах, места водоема с неровным дном. В период с октября по ноябрь вылавливают самые большие экземпляры этой рыбы. Щука будет также рассредоточена по водоему. Вне зависимости от водоема, имея лодку, можно вполне успешно ловить ее троллингом. Этот способ хорош тем, что облавливаются большие участки водоема, что более продуктивно. Лучшее место ловли окуня – это, несомненно, река. Эта рыба уже собралась в довольно большие стаи. Плюсом ловли в этот период будет то, что окунь редко будет перемещаться по водоему, а к его излюбленным местам можно будет вернуться. Главное – не распугать рыбу. Окунь будет держаться на глубине в 3-4 метра. Ловят его в основном с берега на спиннинг, пуская приманку по течению. В качестве приманки отлично себя проявляют вращающиеся блесны и мальки менее крупных рыб. Подведем итог. Погода и фаза луны создадут лучшие условия для ловли в начале ноября. В этом месяце при ловле крупной хищной рыбы будет преобладать троллинговая и спиннинговая ловля. Судак рассредоточится по водоему, предпочитая водохранилище. Щука продолжит активную охоту, пользуясь активностью мелкой рыбы в теплую погоду. Ну а окуня будем ловить спиннингом на вращающиеся блесна. На этом мы с вами прощаемся и ни хвоста, ни чешуи. Субтитры создавал DimaTorzok